Эммануил Виторган Эммануил Виторган в Москве. Женат, имеет трех дочерей и сына. Эммануил Гедоныч, добрый день. Вы не представляете, насколько я рад, что мы сегодня с вами встречаемся, причем в Киеве. Я хочу сделать теплую, хорошую человеческую беседу. И я хочу, чтобы у нас сегодня не было политики, потому что политика разъединяет, а нам нужно объединять. Кому как не вам знать, что значит беседовать с политиками. Сейчас вы находитесь в Киеве, где снимаетесь в кино. Что это за фильм? Что это за фильм? Пока он еще не смонтирован и не доснят, естественно. Поэтому очень сложно и не следует об этом говорить. Но во всяком случае, как мне показалось, что в нем, в этом фильме, как в очень редком фильме, очень мало крови. Вот это для меня просто замечательно. Замечательно. Просто захлебываемся все время. В крови, к сожалению. Хлещет с экрана. Да. Это очень сложно, безусловно. Поэтому это предложение и последующие предложения в том числе, я, конечно, должен сказать, что крайне редко отказываюсь, особенно в последнее время. Все это связано даже не столько с творчеством, сколько с финансовой стороной нашего пребывания в этой жизни. Не мне же рассказывать, у каждого есть свои проблемы. Конечно. Проблемы и у нас достаточно. Поэтому иногда даешь согласие на то, на что раньше никогда бы не давал согласие. Но иногда, пока еще, иногда, не всегда, иногда даешь. Поэтому вот эти предложения, и должен вам сказать, что согласие на эти приглашения еще плюс, причем немалый плюс, потому что это Киев. Это Украина, это Киев, в который я, к сожалению, огромному довольно давно не был. Но слишком много о ней слышал. Даже слишком. Переборы в этом смысле огромнейшие. Поэтому самому полывать в этом городе, а пообщаться с этими людьми, это вообще наслаждение. С Киевом что вас связывает? Вы часто бывали здесь? Да, конечно. Гастроли, съемки. Гастроли, съемки. Встречи с артистами. Театр русской драмы киевский. Потрясающе совершенно. С великолепной школой, с прекрасной труппой. Великие артисты. Великие. Не мне вам рассказывать и называть их фамилии. Великие. Поэтому я был очень рад всегда сниматься здесь и на Киевской киностудии безусловно Довженко. И с прекрасными ребятами. Во всяком случае, я не помню, конфликтных ситуаций. Должен вам сказать, что вообще крайне редко бываю в какой-то конфликтной ситуации. Вы самый бесконфликтный человек. что я переиграл такое количество ролей конфликтных. Оберштурбанфюрер СС, белогвардейский офицер. Поэтому со мной осторожно общаются. Осторожно. Но должен вам сказать, что я никогда не отказывался от так называемых отрицательных персонажей. Да, удивительно, кстати. Никогда. От положительных отказывался. Особенно тогда, когда положительная роль была вообще катастрофа. Положительный герой вообще не понимал, откуда дети могут появиться, от чего, про что. Вообще это катастрофа какая. Только лозунги. Вот и все. Отрицательные персонажи, безусловно, они такие мясистые. И драматурги, и сценаристы выписывали отрицательных персонажей лучше, чем положительных. Очевидно, этот материал давал возможность быть более, что ли, мощным эмоциальным. Я не знаю, как назвать это слово. А вы представляли себя на месте своих персонажей? Вы пытались их оправдать, отрицательных персонажей? Безусловно, потому что я исполнял их жизнь и их пребывание в этой жизни. Я старался максимально объясниться с драматургами, сценаристами, с режиссером-постановщиком по поводу этого персонажа. Имеет ли возможность этот персонаж непосредственно такого отрицательного воздействия? Либо что-то в его жизни было такое, что он решил кому-то по этому поводу отомстить? Либо в этом существует в случае. Но, во всяком случае, забота была только об одном. Правда. Может быть, это звучит несколько громковато, но это действительно так. Я давал согласие на исполнение отрицательных персонажей только по одной причине. Чтобы люди, видящие меня на экране либо на сцене, понимали, что это не лучший способ проживания жизни. Вот только и всего. Только и всего. Поэтому для меня существует огромное количество так называемых конфликтных ситуаций, которые я прощаю. Абсолютно. Прощаю. Я не прощаю только, наверное, две, наверное, ситуации. Это тогда, когда один человек берет на себя право лишить жизни другого человека. Вот это и для меня вообще не понятно. Либо это как-то объемно происходит. Тогда толпа может задавить любое, любое проявление твоей жизни. Даже если ты сам находишься в толпе и занимался чем-то иным. Но толпа, она может задавить все и вся. Поэтому в этом смысле, конечно, реакция у меня всегда очень болезненная. Очень. Многие ваши коллеги говорят мне, что из-за карантина, из-за пандемии коронавируса они лишены работы, они лишены денег, они лишены будущего, ближайшего, по крайней мере. Они не знают, как кормить свои семьи. Как вы перенесли... Это вы правы, абсолютно. И был период огромный, когда мы просто сидели дома, чуть ли не пять месяцев. Просто сидели дома. Нет же никакой возможности работать, зарабатывать, вернее. работать, пожалуйста, читай, учи, я не знаю, репетируй сам собой. Пожалуйста. Но проявить это финансово очень сложно. Но нам очень повезло с Ришей, с моей супругой и с нашим домом. Это культурный центр. И в нем проходила всегда масса потрясающих встреч с людьми самых разных профессий. Но я скажу, что это культурный центр Эммануила Витаргана, который находится в центре Москвы, на Остоженке. На Остоженке. Средоточие всех пересечений самых лучших людей Москвы. Деятелей искусства, культуры. Сейчас он тоже не функционирует. Нет, конечно, тоже, безусловно, закрыт. Но мы все равно себя проявляем. Мы снимаем, мы выдаем в эфир. Обязательно. Только вот сейчас перерыв из-за того, что мы приехали в Киев на съемки. А так мы каждую неделю выходили в эфир и с удовольствием общались с людьми, с нашими коллегами в том числе. Эммануил Гедоныч, вы родились в Баку. Это особый город? Это замечательный город, безусловно, особый, как и любой другой город. Мало ли он большой, не важно. Они всегда очень особые города, ибо там особые люди, у каждого свое. Проявление, естественно, свое желание. Поэтому ситуации самые разные. Баку, когда я был когда-то, меня родили в 1939 году. До нашей эры. до нашей эры. Вы представляете, сколько мне лет? Но я прожил в Баку всего лишь три года. А вообще вся моя родня, вся буквально, это Одесса. Вся. И мои родители в том числе. И единственные, кто уехал из Одессы в связи с тем, что надо было где-то работать. Ну, посылали на работу. Раньше же посылали, не сам оформлялся. Вот и папу, значит, папа с мамой нас увезли в Баку. Но потом вернулись в Одессу. В Одессу нет. Родители уже не возвращались. Потом был город Ставрополь на Кавказе, а потом была Астрахань. Папа был очень крупный специалист в мукомольной промышленности. Я даже так делаю вид сейчас, наверное, что помню, что когда папу забирали на фронт в армию, мама держала меня на руках, мой старший брат Вова стоял, он на три года меня старший, стоял на земле, и папа уже в форме и ждали эшелон в Баку. И подошли какие-то люди, папу отвели в какое-то помещение, и выяснилось, что он ни на какого фронта не поедет. Он будет восстанавливать хлебную промышленность. Он окончил Московский, Московский, Одесский мукомольный институт. И оказался очень действительно потрясающим специалистом. Поэтому его умотали по всему союзу. Поэтому мы-то всюду там были. Куда не приезжаешь, там столица. А скажите, сегодня в Баку вы бываете? Да, конечно, нас ждут. Хорошо принимают. Как они принимают? Как они принимают? Безусловно, мы за это бесконечно благодарны. Хотя в общем-то я себя чувствую несколько стеснительно. такое яркое проявление. Такое яркое. В общем, прежде чем ты, если у тебя концерт либо спектакль, ты должен поужинать, выпить, пообщаться. Понимаешь? И потом к спектаклю уже бежишь. Красивый город. Очень стал красивым. Потрясающе красивый город стал. Ранее он был довольно разрушен, так мощно. Но сейчас они молодцы. Они так восстановились. Причем такая разнообразная архитектура и совершенно потрясающее количество умных людей, мудрых людей. Вы знаете, мы были, ах, если бы Ирочка могла подсказать, мы были, как какой-то был сбор такого мирового плана, и почему-то нас пригласили, не важно. И, короче говоря, я увидел там огромное количество азербайджанцев. Людей высочайшего класса, высочайшего просто. Потрясающе. Это так здорово, потому что там, живя в России, всегда что, рынок, да? Понятно. Да, да. Поэтому и отношение такое к Азербайджану либо к другой иной национальности. А здесь просто мы были ошарашены. Элита, да? Потрясающе. Очень здорово. И я совершенно убежден, говорю об этом не для того, чтобы польстить. Я совершенно убежден, что каждая нация обладает таким количеством людей, которые могут сделать так, чтобы мир был хорош. Эмманил Гедоныч, голливудская внешность, высокий рост, достоинство такое. Это вы сейчас про кого? Это я про вас. У вас в отца или в маму? Дорогие друзья, за долгие годы я написал огромное количество книг, наверное, около 60. В этих книгах мои интервью с самыми известными артистами, режиссерами, спортсменами, политиками, космонавтами, представителями многих других профессий, людьми, которые олицетворяли огромную эпоху, стали частью и символами этой эпохи. В этих книгах огромный труд и, конечно же, большинство этих книг проданы, но еще небольшая часть разных книжек, не всех, осталась. И через Инстаграм я их продаю со своей дарственной надписью, с автографом. Вы можете обратиться и приобрести любую из этих книг, которая еще имеется в наличии. На этом писать книги я заканчиваю. Время книг проходит, стремительно наступает время Ютуба, время интернета. Мы не можем плестись хвосте, мы будем идти в авангарде, но эти книги как память о прекрасном времени, когда люди читали, когда люди интересовались, когда люди задумывались над судьбами героев времени и брали оттуда все самое лучшее для того, чтобы самим становиться лучше. Эмманил Гедоныч, голливудская внешность, высокий рост, достоинство такое. Это вы сейчас про кого? Это я про вас. У вас в отца или в маму? По росту в маму. Мама. Да, мама высокая. Мама высокая, одесситка, мама высокая, потрясающая, теплая, с такой грудью, славной. Я когда приезжал, уже был очень большим болваном, уже из института, на каникулы, говорю, мам, давай потанцуем, не могу, я прижимался к ней как ребенок, к мамочке, как ребенок, и до сих пор, до сих пор у меня вот так свежа эта память, и она действительно, думаю, как у каждого свои родные. И когда мама уходила, это была вообще катастрофа. Но времечко бежит, все проходит. Папа выдержал еще два года, хотя они вместе прожили около 60 лет. Ух ты, вместе. Потрясающе общались. Я никогда не слышал ни слова грубого по отношению друг к другу, ни повышенных тонов в нашем присутствии, во всяком случае, детей никогда. Сколько у вас детей в семье было у родителей? Мы и старший брат. Двое? Двое, да. А у мамы и папы в семьях? Там просто неимоверное количество. Когда приезжали в Одессу, я не успевал всех обойти. Не успевал просто, действительно. Поэтому, когда наступал финал перед отъездом, и мы еще кого-то не видели, мы пытались собрать в какую-то одну квартиру те хотя бы, чтобы поздороваться. А так как я был такой целовальник, но младше, поэтому моему Вовке старшему всегда доставалось больше из-за меня. Я что-нибудь там... В общем, плакса я был жуткий свежий. В общем, такой... Но у мамы сколько было в семье братьев и сестер? у мамы было шесть сестер, четыре брата. Их одиннадцать было детей в семье, да? У мамы десять. У папы одиннадцать, по-моему. Фантастика. Папа потрясающий. Нет, это вообще сказка, конечно, и когда это их присутствие. А так как приезжали же на каникулы, на краткое количество времени, то, конечно, объем нежности был обрушен на тебя, такой годовой. Но запомнить всех родственников невозможно, правда? Всех тогда я запоминал, конечно. Тетя Сыля, тетя Маня, тетя Фаня, дядя Изя, дядя... Пол Одессы родственников, наверное, да? Пол, 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 пол. И пол кладбища, наверное. Конечно, конечно, и не только старшее поколение, к огромному сожалению. Есть уже и братья, есть и сестры, есть и племянники, и племянницы, и племянница. Вы Одессу любите? Я, да, безусловно, я отношусь коленно-преклоненно. У вас срабатывает что-то, какой-то генетический зов, когда вы находитесь в Одессе? Мне просто очень приятно. Я не знаю, что это за зов, но хочется с ними выпить. Что за зов? Вот я знаю, что скоро вы будете снова в Одессе. У вас творческие вечера будут, да? Да, два вечера. Замечательно. Замечательно. Прекрасно. Я так жажду, Ирочка, конечно, так мы жаждем общения, тогда мы не виделись. Леонид Броневой, который родился в Киеве, и который в Киеве уже в конце жизни провел несколько раз, по несколько месяцев в Институте сердца у Бориса Тадурова, который его спасал, и мы сблизились в это время с ним, он мне очень много рассказывал о своей театральной Одиссеи, о том, сколько театров в провинциальных городах он поменял, и Михаил Светин, с которым вы снимались в фильме «Чародеи» замечательный, родом из Киева тоже, он тоже рассказывал, и про биржи, на которых актеров как отбирали, как лошадей буквально, и про провинциальные театры, про мыторство, про неустроенный быт. Скажите, сколько вы театров поменяли? По-моему, пять, по-моему, пять. Провинциальные были? Да, да, принципиально, причем был провинциальный, первый театр, самый первый. Я окончил Ленинградский театральный институт, и мне предлагали после окончания «Оссадцев Александринки», ну, Пушнис-Хитарев, или театр имени Комиссаржевской. Но в то время Ромео и Джульетт играли народные артисты СССР, которым под 40, за 40, работы мои коллеги, которые остались в Питере, они год ничего не играли, а я не мог, я просто, я даже дипломный спектакль играл в одной пьесе, офицер флота был такой, кронавтор, сейчас даже помню. Да, был такой, на флоте писал. Да, да, да. Вот там целых шесть ролей я играл в одном спектакле, перегримировался, очень было. И поэтому для меня вне работы, я даже себе не мог представить, я отказался от всех официальных предложений и Александринки, и Комиссаржевской, и мы целая группа, человек 8-10, по-моему, у нас было, уехали в город Псков, рядом с Ленинградом. Да. И там замечательный, уютный, драматический театр. И мы там два года вкалывали, в общем, выпускали спектакли чуть ли не как через 2-3 месяца, потому что народу уже немного во Пскове живет, зрители, поэтому надо чаще премьеры. Поэтому это был замечательный опыт, такой антрепрезы, особенно сейчас. Это очень, подчеркивается очень многим. Вы же и в театре на Таганке немножко поработали. Это мы были вынуждены, туда поработать, когда ушли из театра имени Станиславского, когда наш обком культуры отвратительно отнесся к режиссерам, к молодой режиссуре, которые дали такую вспышку, взрослая дочь молодого человека. Да, да. А пришли молодые ребята, Толя Васильев, Борис Морозов, Иосиф Рахельгалс. И они ничего, они не хотели с театром имени Станиславского взять его и разорвать всех. Наоборот, они стали активно чтобы принимали участие. Кому-то это нравилось, кому-то это не нравилось. Таганка, это был 82-й год, насколько я понимаю. То есть Высоцкий уже умер, Любимов еще не уехал. Да. Высоцкий. В 80-м умер, Любимов уехал в 84-м. Да нет, нет, конечно, мы общались с Любимовым. Кстати, очень тепло с ним общаться. Хороший коллектив был на Таганке тогда? Такой разный очень, очень разный. Была такая связка известных всем нам артистов и почему-то очень резкое отношение к чему-нибудь следующему. Вот так. Да. Но это черта очень многих культурных заведений. Вот Юрий Петрович Любимов говорил мне, что артисты Высоцкого не любили. Многие даже ненавидели. Скажите, а почему? Как вы думаете? Потому что, во-первых, он мог сделать и сказать то, чего другой никогда не сделает и не скажет. Он мог сказать, Юрий Петрович, Дмитрий Петрович, идите. Да. А мне надо уехать. Он все мог. Он все мог. Но это для нормального человека, который может воспринимать жизнь и так, и эдак, и понимать, почему это происходит. Потому что в это время Владимир Семенович был поглощен любовью. Поглощен любовью с женщиной, не с театром, которым он был всегда. А это превалировало над театром. И он сказал, Юрий Петрович, уйдите, я уехал. Вы общались с Высоцким? Да. Не так часто, как хотелось бы, но даже домами. И даже у нас дома он был. Да вы что? И играл? Да, давно очень. Еще тогда, когда он не был тем Высоцким, каким он стал. А скажите, в чем феномен Высоцкого, на ваш взгляд? Ведь многие ваши коллеги мне говорили, да он такой же, как мы, в конце концов. Да он низкий рост, там был никакой. Почему такая слава? Вот многие недоумевают до сих пор. Ну, это и хорошо, что они говорят, что мы такие же, как мы. Как он, да. Как он, тоже низким ростом. Нет-нет, он велик. Эта память не зря существует. И совершенно убежден, будет существовать. Очень-очень, очень-очень долго. Да мы можем сказать, а голос, что это такое? Бля, сипа ты, что это такое? Даже иногда текст не очень понимаешь. Как это? Что это? Как не стыдно? Пусть занимается речью. Он таков. А народ любит до сих пор. Ох, еще как. И как же это замечательно. Как это замечательно. Я понимаю, что, возможно, разница в оценках. Я все прекрасно понимаю. Конечно. Но надо успевать для себя понимать, пока ты еще пребываешь на этом свете. Слушайте, вы абсолютно независтливый человек какой-то, да? Совершенно. Абсолютно. Удивительно для актера. Актеры ревностно относятся к чужому успеху. Нет, нет, что вы. Я смотря какой-то спектакль другого театра либо своего, там, неважно, премьеру, предположим. Этот спектакль может мне не понравиться. Но я совершенно убежден, что я должен зайти за кулисы, сказать ребятам спасибо. Они на это потратили кусок жизни. Здорово. Кусок жизни. Поверьте мне, это ничуть не преувеличения, никакие. Это нормально абсолютно. Нормально сказать спасибо за то, что ты делал. Тебе это, опять-таки, повторяю, может не понравиться. Ну, а уж когда нравится, конечно, тут уже зависть. Ох, и мне бы так. Но мне крайне редко пришлось завидовать. Крайне редко. Потому что режиссура, особенно на театре, особенно, Товстоноков, Гончаров, Мариус Некнебель, да. О, Господи, да можно там, я же с ними со всеми, со всеми работаю. С Эфросом работали, да? С Эфросом нет. Нет, только общались. Только общались. Он во взрослой дочери, когда увидел спектакль, взрослую дочь, это мне уже рассказывал Сережа Шакуров, который был на спектакле. Он потом зашел за кулисы раз, говорит, ты знаешь, сейчас Эфрос выходит из зала после спектакля, и Сережа ему говорит, что ну как? Он говорит, извини, Сережа, не могу, не могу, ничего сказать, и пошел. Ух ты. Вот такая у него реакция была на этот спектакль. Товстоногов, с которым вы работали, великий действительно режиссер номер один Советского Союза? Безусловно, по тем временам абсолютно. Вот номер один? Безусловно. Такая мощь, такая мощь, такое... Ай, как же мне... Агончаров это что? Сносил все. Мы сейчас поговорим о Гончарове, но Товстоногов чем брал, вот скажите? Чем он брал? Ну, безусловно, мудрость, как вы. Безусловно. И, конечно же, его желание, чтобы люди, сидящие в зале, понимали, о чем идет речь. Чтобы не подлизываться к ним, а вызывать у них реакцию, а про что? А зачем? А про что? Удивительно. Ну, и БДТ был просто уникальный театр. С такой, как гордый. Актеров, капелян, там, ну, все... Да, что? Вот Эдвард Родзинский рассказывал мне, что когда репетировали в БДТ его спектакль «104 страницы про любовь», он приехал молодой на репетицию. Ни шатка, ни валка. Актеры слонялись по сцене, там, Доронина, еще все звезды. Он подумал вообще, черти что. И вдруг появился Товстоногов. Появился Гога, он сказал, и все завертелось, закрутилось, приобрело цельность, и стало понятно, что это за спектакль. Он еще магнетизмом обладал Товстоногов. Потрясающе. Вы знаете, вот сейчас вы мне напомнили этим словами. Впервые в Советском Союзе был поставлен мюзикл «Весальская история». «Весальстория», да. Этот мюзикл поставил Георгий Санчетов в Санкт-Петербурге. В БДТ. Нет. В нашем театре, в театре Ленинского комсомола, в котором тогда был Ленинград. Это он, будучи за границей, а так как далеко не всех выпускали за границу, но народного артиста СССР, лауреата там премии, выпускали, и он там увидел «Весальскую историю» и привез оттуда этот мюзикл. И в театр молодежный наш, театр Ленинского комсомола. Ай, какое это было наслаждение. Эти репетиции, эти танцы, эти драки. Там же все, молодежь, американцы и пуэрториканцы. Группы, да? Две группы молодежи. Я возглавлял пуэрториканскую группу. И замечательные молодые режиссеры Володя Воробьев. Никого же нет. Сандротов, Саноков, сын тоже. Тоже умер, да? Уже. И мы, ааа, сколько ушло людей, сколько ушло. Ну, вот «Весальстория» это была история, конечно, замечательная, особенно у меня. Наконец приезжает посмотреть, что там сделали молодые режиссеры Георгий Александрович Довсоноков. Тишина тут же мертвая. Тут же все в театре вызвали всех, все двери держат, только чтобы тихо было. Он приезжает, а он курил, он не выпускал вообще сигареты из этого. А зал огромный, там две тысячи с лишним мест. А сцена вообще, там можно было на самолетах летать, на танках ездить, неважно, огромнейшая сцена. Он где-то в середине зала, его столик маленький, значит, и вот. Он приехал, ну давай, пока Володя Воробьев с Андреем здесь рядом, ну показывать. Стали показывать, а у меня воспитание мое в театральном вузе никогда не преувеличивать того, что ты чувствуешь в данный момент. Поэтому те репетиции, которые были до этого, это не было еще, так сказать, последней выдачей, финал. И я так и действовал. Георгий Александрович жуткий, он кто, я ничего не слышу, что он говорит, что это такое, с Андрой Гортулой, а они ко мне, ребята, замечательно относились. Говорит, ну что ты, это наша надежда на это, ты что? Какая надежда, другого артиста? Говорит, папа, ты что делаешь? Другого я сказал. Кого? А там человек 40, молодые же все там, да, все танцующие, дерущиеся. Вон того. Сандрик ко мне подходит, говорит, тут папа говорит, что нужно еще артисты заменить, пока тебе отдохнуть. Как я обиделся. Ушел. Прошла примерно неделя, не больше, конечно. Георгий Александрович репетирует, видит свон того, говорит, Сандрик говорит, давай того, кто был. Сандрик прибегает ко мне, говорит, пошли, давай. Я говорю, не пойду, я тоже хорош. Он говорит, как не пойдешь, ты же с ума сошел. Тебе кто сказал, иди. Не пойду. Я был в зале уже, сидел в последнем ряду, там в зале, не подходил. Слышу Сандрик к концу подбегает, и слышу крика, что? Не пойдет! Конечно, пошел. И такое удовольствие получил, такое наслаждение, такое, у него уникальная совершенно черта. он все, и мозги, и пластика. Как он показывал, как он показывал. Показывал сам. Потрясающе совершенно. Я иногда спорю, по традиции. Но он терпел, терпел. Премьера. Боем, Бэмс такой стоит, ну просто, современник приезжает, и Галина Волчек, там все ребята приезжают, и современника посмотреть на спектакли, еще кто-то, мхатовцы, кто-то еще. Бум, стоит такой, что просто после спектакля банкет. И там идет всякий, да, приветствие, поздравления. Вдруг Георгий Александрович поднимает ту рюмку и говорит, я бы хотел предложить выпить за одного человека. Молодого человека, перед которым я был неправ. Ух ты. Я это знаю. Я ему очень благодарен. Видишь, на всю жизнь запомню. Я ему очень благодарен. За то, что мы имеем возможность с ним пообщались сейчас в спектакле. Это дорогого слова. У меня слезы. И больше того, он ставил следующий спектакль Достоевского, униженный, оскорбленный. Он сделал, он меня назначил на две главные роли. Одна отрицательная, другая положительная. И я играл один спектакль отрицательный, второй спектакль через некоторое время положительный. Вам в БДТ не хотелось? В БДТ? Ну, я не помню, что была такая жажда, что ли. Я был восхищен этим театром, потому что, конечно, замечательные артисты. Но были молодые, просто, и тема была молодая, основная на театре. Вот Ленинского комсомолова там. С Гончаровым в театре Маяковского тяжело работалось? Не знаю, Александр Лазарев покойный мне говорил, что он так орал на артистов, он так унижал артистов, он топтался по ним, по их душам. Он был великий, конечно, но то, что он творил с актерами, это так действительно. Вот так, дорогие друзья, в поте лица подписываю для вас книги. Ну, уже осталось немного, слава Богу. На сегодня немного. Субтитры создавал DimaTorzok С Гончаровым в театре Маяковского тяжело работалось? Не знаю, Александр Лазарев покойный мне говорил, что он так орал на артистов, он так унижал артистов, он топтался по ним, по их душам. Он был великий, конечно, но то, что он творил с актерами, это так действительно? Андрей Александрович, Гончаров, да, он, естественно, был известен и понятен, как казалось всем, что он непонятный. Было такой вариант приглашения, однажды пригласили меня к Гончарову, я пришел к нему, здрасте, здрасте, ну, садись, да, а как семейное положение? Я говорю, жена, жена, да, а кто она? актриса, актриса, не хочу, у меня полно семейных пар, мужей, артистов, не хочу, не хочу, я повернулся и ушел. Прошло иное количество лет, ему рекомендуют, уходит Татьяна Доронина из театра, от этого два спектакля огромных, прекрасных, кошка на раскаленной крыше, и виват, королева виват, без нее невозможно, и нужен замену срочно, и вот кто-то подсказал Аллочка, он попросил ее прийти, Гончарова, Аллочка приходит, в результате спрашивает, а кто муж с содроганином, она говорит, актер, он говорит, кто? Он говорит, Виторган, а, Виторган, давайте, 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 а то мне надоели все эти Васильевы ваши там, но, конечно, это был человек с очень мощной энергетики, неимоверной просто, и, конечно, вы правы, когда говорите о том, что он был довольно часто грубоват по отношению к коллег. Он не кричал, говорят, только на Гундареву, да? Нет, а на Армена, только три человека были вне крика. Вне крика. Это, это Наташа Гундарева, Армен Джигарханян и Эммануил Виторган. Вот, все остальное иногда было так несправедливо, так нехорошо, что я вынужден был, когда-то просто сказали, Андрей Александрович, если еще раз вы повысите голос в моем присутствии, блядь, при всех, с которыми я сейчас репетирую, я уйду. И он? Ничего, спокойно, он говорит, продолжай. Он вообще, я сижу в зале, идет репетиция, да, закат, он, да, шумный такой спектакль, а я был свободен, я играл бенью крика, был свободен, сижу в зале, смотрю репетицию, а он бегает по залу, ходит очень быстро, и кричит все время, там в театре вот такие стены, все на улице слышно. Кошмар. Все. И он, проходит мем, как дела? Я говорю, хорошо, ну и ладно. Опять. В общем, он замечательно ко мне относился, конечно, и к нам, в частности, и к Аллочке, в том числе, безусловно, замечательно. И, когда Аллочка ушла из жизни, он был очень теплый. И, хотя, конечно же, конечно, я не знаю, имеет на это право человек, руководящий другими людьми. Но вот это, вот это вот, все вина в том, очевидно, вы знаете, что кому-то пришло в голову сказать по поводу того или иного человека, что этого человека трогать нельзя. И поэтому, даже иногда театроведы, написавшие не очень сладкую рецензию на спектакль театра Маяковского, никогда больше в театр не заходили. Ух ты. Никогда. Ух ты. Вот эта группа вот этих Гончаров, ну и так далее, режиссуры. Поэтому, но я лично испытываю к нему безусловное чувство благодарности. Безусловно. Слушай, ну у вас такой актерский состав был крепкий тогда. Очень, очень. Выдающийся просто. Конечно, конечно. И Саша прав, когда он рассказывает, как Гончаров себя вел. И по отношению, кстати, к нему. Да, он так и говорил. И к Немоляевой. Ужасно. Немоляева решила уйти. Я забежал в гримерку, она сидит, рыдает. Он нахамил только что Гончаров. Так что она... Все, я уйду. Я еле ее уболтал. Чтобы она успокоилась. И, конечно, они никуда не ушли. Как были в театре Маяковского. Гончаров умер. Возглавил театр Маяковского Сергей Арцебашев. Очень хороший артист, как на мой взгляд. Я не знаю, какой режиссер и какой человек, но я знаю, что вы приложили руку к его назначению. Вы хлопотали, в том числе, да, чтобы его назначили. Да, когда ушел Гончаров, стали, безусловно, мы, художественный совет, решили упросить управление культурой пока никого не назначать. Конкретно главным режиссером. Да, давать нам возможность репетировать с теми, с кем мы хотим. Театр хочет порепетировать. Сначала они согласились, а потом наступил момент, вдруг звонит Зайцев, директор театра, и говорит, и там завтра, значит, собираются все, и ход совет в том числе, назначение нового главного. Назначили Арсибашева. Я был с ним знаком, и его театрик небольшой, который он возглавлял, действительно, мы ходили на спектакль, очень симпатичный, и мы хотели, чтобы он был. Лет 10 назад вы мне рассказывали, что для вас театр Маяковского закончился, когда вы увидели в грязи, под дождем, портреты артистов, которые раньше играли когда-то. История, то есть история театра Маяковского была выброшена просто на улицу. Это сделал он, наш главный режиссер тогда, Арсибашев. Арсибашев умер. Он ушел из жизни, поэтому как-то не очень. Скажите, а что в театре Маяковского после Арсибашева происходит? Вы следите за Маяковкой? Я нет. Когда я увидел то, о чем вы сейчас рассказали, двор, еще дождь шел. И я увидел все эти портреты, а там же работало потрясающее количество великой режиссуры и артистов. А Хлопков со времен Хлопкова еще. И до этого, и все это выброшено. Я еле вытащил там те, что сейчас у меня висят. Вытащили? Ну, еле. То, что могли восстановить. Все остальное, все погибло. Ох, я вылетел в кабинет Арсибашева и с криком, больше шага моего здесь не будет. И ушел. Через день я понял, что невозможно театр остановиться просто. Там было, по-моему, шесть спектаклей, где я один играл главную роль. Не было замены. Я вернулся, восстановил всех режиссеров, актеров, ребят, парни, на моей роли. И как только я закончил, я вышел и уже больше не входил в театр до ухода. Вы поступок совершили, я считаю, благородный человек? Да нет, нормальный человек. Мне кажется, это все настолько нормально абсолютно. Абсолютно нормально. И все эти мелочи, которые иногда мы занимаемся, такая ерунда. Но с тех пор отрезало от театра Маяковского все? С удовольствием прихожу сегодня. Приходите? Да, конечно. А ребята и тогда, когда я ушел, ребята приходили к нам домой. Мы же рядом жили там. Да, да, да. Праздники какие-то. Всегда помнили дни рождения, там всегда и Алочкин, и мой в том числе. Нет, нет, и до сих пор это продолжается. Вот так что, видите, наверное, никуда не денешься. Жизнь течет, и ты по ней плывешь. Мэл Гедонович, лучший режиссер в вашей жизни кто? Вы многих видели. Многих. Вы знаете, я... Они настолько разные, они мне столько подарили профессий. Поэтому я не могу назвать Юрий Александрович Товсоногов, предположим, или Юра Ермаков был такой, режиссер, которым я был очень близ. И так далее. Нет, я не мог бы разделить. Можно я их всех в кучу посажу и выпью с ними? А если я вам предложу назвать любимых партнеров в театре, в кино? Тоже не буду называть, наверное. Они есть, безусловно, любимые. Любимые даже не те, которые с тобой сладкие, да? А как раз меня больше интересует конфликтная сторона. Чего я недопонимаю, чего я не понимаю вообще? Что бы мне хотелось еще увидеть и услышать и попробовать это сделать? Вот это качество во мне до сих пор существует. Хотя, должен сказать, что да и ваше присутствие, и ваше желание, чтобы я был сегодня с вами, тоже, наверное, от того, что хочется с ним поговорить, и очень интересно о чем. А может ли он так интересно разговор? Не может уже, не может. Именно Игорь Иванович, вы столько сделали уже в профессии, и я думаю, что знаете о своей профессии, наверное, все. Вы перед выходом на сцену по-прежнему волнуетесь? Да, 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 и во время спектакля. Да, абсолютно. Это я знаю точно, потому что у меня начинается дрожжемин. Да? Да. Почему? Потом, когда я вхожу уже в это состояние, уже уходит. Почему? Я не знаю, что это такое. Очевидно, это какое-то личное качество, что-то с физиологией не то. Более 150 ролей в кино. Да. Огромное количество фильмов, среди которых были и звездные, и проходящие, и те, которые вы наверняка уже и не помните. Есть ли роль, которую вы могли назвать самой любимой? Не знаю. Такая, не знаю. Очень много было материала, благодаря которому я и в профессии получал больше удовольствия, и чему-то учился, безусловно. И, наверное, все это начиналось вот такого, если что-то брать, то фильм был такой, по-моему, шесть серий в нем было, и это все о нем. Аркадий Заварзин. Да. Впервые, это в Советском Союзе был впервые, по-моему, шестисерийный фильм. вы с Костолевским играли. Да, Игорь играл комсомольца, а я бывшего уголовника. Сережка Ольховая, легкая, будто пуховая. хороший фильм был. И замечательная группа артистов, она огромная была, и молодые все, все заводные очень. И Леонов играл там, по-моему, да. Да, да, все, очень много, очень много. Скажите, а роль в фильме «Чародеи», она самая популярная, наверное? Наверное, среди зрителей, наверное, самая популярная. И правильно делают, потому что там нет никакого конфликта, там замечательно поют, танцуют, да. Вы, когда себя видите на экране, вот, предположим, вы случайно включили телевизор и увидели себя в очередной из ролей. Какие мысли у вас? Не знаю, по-разному, конечно, безусловно. Но должен сказать, что я в это время больше смотрю на партнеров. Мне интересно, как они. Но то, что я говорю себе, а, черт, жалко, надо было сделать иначе, конечно, конечно. То есть до сих пор? Конечно, абсолютно. Вы можете сыграть все? Я надеюсь, что прожить могу, да. Любую роль? Любую, да. для этого артисту ум нужен или достаточно какого-то внутреннего, внутренней глубины инстинктивной? Безусловно. Вот мне, простите, говорили, что, допустим, Николай Олимпевич Гриценко, да, великий актер, я считаю. Великий, великий. Что он не отличался какими-то интеллектуальными данными? Слышали об этом, слышали. Евгений Александрович, Евстигнеев тоже. Но какое-то животное понимание, как нужно играть совершенно разные роли. Вот вам что нужно для того, чтобы играть? Я думаю, что я, если ушел от тех, кого вы называли, то совсем недалеко. Неподалеку. Да ладно. Я, например, неподалеку совсем. Правда, правда, потому что для меня, конечно, внутреннее состояние, корни, нервы, кровушка для меня важнее мозгов. Я очень надеюсь всегда на режиссуру. Это их мозги. То есть, артисту умным и образованным быть не обязательно? Совсем образованным. Вообще образованным желательно. А умным можно и не быть. Можно и не быть. Можно и не быть. Когда есть, конечно, замечательные люди, благодаря которым твой ум кажется, что ему тоже хорошо. Я улыбнулся, почему Алла Демидова. Я ее спросил актеру, нужно быть умным? Она сказала, даже дворнику нужно быть умным, чтобы хорошо мести улицу. Она очень мудрая женщина. Вы утверждаете обратное. То есть, оказывается, можно и не быть умным. Можно. Мне так кажется. Я же могу и ошибаться. Но мне так кажется. Были актеры, глядя на работы которых в театре или в кино вы начинали плакать или с вами творилось нечто невообразимое внутри, которые доводили вас до какого-то совершенно такого состояния? Нет. До такого не доводили. Такого состояния. Но волнение, слезы это присутствовало, безусловно. Конечно. Конечно. И те фамилии, которые тоже Гриценко, с которыми были счастливы познакомиться. У меня даже есть подарок от него. Эти напольные весы. Вот. И поэтому нет-нет. Идет жизнь. Идет. Мы уже говорили о вашей внешности, о чувстве достоинства, которое вообще редко у кого есть в глазах, в фигуре, во всем. И я представляю, как вас осаждали женщины всю жизнь. А вы часто влюблялись? Тот период жизни самый молодой, я имею в виду институт, школа, драмкружок. После четвертого класса я поступил в драматическую... Драмкружок, кружок по фото. Во дворце пионеров. Да-да-да. В драмкружок и с тех пор... Я до четвертого класса всегда получал похвальные грамоты после окончания. После, когда я поступил в драмкружок, еле меня на тройке вывезли оттуда. Так что нормально. Влюблялись тогда вы часто, да? Вот периода юности. Нет, я как раз об этом хотел сказать. Что занятость была такая в этом же драмкружке, что крайне редко крайне редко я могу вспомнить во всяком случае сейчас. Но я помню ту девочку, с которой я ходил по берегу Волги. Это в Астрахани было. По берегу Волги. Это я помню замечательно. Дворец пионеров, естественно, там, да, но никаких не было таких ах! вспышек. Это уже позже значительно произошло. Ваша дочь Ксения от первого брака. Я видел какие-то программы по Первому каналу российскому несколько лет назад. У вас довольно сложные отношения были. Вы не общались 30 лет, по-моему. Дорогие друзья, вот так я подписываю книги для вас. Вот это я уже все подписал. Очередная порция книги. Подписывай дальше. Ну, выглядит это примерно вот так. Ваша дочь Ксения от первого брака. Я видел какие-то программы по Первому каналу российскому несколько лет назад. У вас довольно сложные отношения были. Вы не общались 30 лет, по-моему. Да-да. Когда я ушел из дома, то моя супруга, бывшая мама Ксюша, умоляла меня, чтобы я исчез из этой жизни, потому что ребенок видит телевизор, там слышит всякие радио. Я был очень занят в этом смысле. Тогда вот мы и уехали из Лингро. Сейчас есть какое-то общение с дочерью? Вы знаете, это вообще такая сложная и печальная история. Вот когда под запретом и десятилетия я не мог общаться с ребенком. Ужас не давали. Под запретом все было. А потом в нашей жизни и должен вам сказать, что Аллочка, моя супруга, она тоже была очень осторожна к ним. Она не хотела к моей первой семье приближаться со всем. Со всем. А вот Ириша, которая сегодня, вот она восстановила наши семейные взаимношения. Потрясающе совершенно. Вот удивительно, как бывает, да? И так было тепло, и так было хорошо, и так было замечательно, и все. Во всех планах, во всех. Должны были к нам приехать ребята, мы их приглашали еще раз в Москву. Дочи и внуки, да? Да, дочки и внуки, я же не видел внуков, вернее, правнуков, правнуков, да, внучку-то я видел, правнуков не видел. И Иришка все сделала, но это просто какое-то, и такая была связь, и мы туда приезжали на Валаам к ним, и они приезжали к нам, и мы их так принимали, и Максимка наш тоже так их опекал всех. Потом наступил какой-то момент, они уехали, и мы договорились, что они приедут там, когда-то, тогда-то, позвонили, что да, все нормально, в тот срок позвонили, все нормально, все, ребятки, приготовьтесь потихонечку, звоним, Иришка, звони своей подруге, говорит, вот там там мои, должны приехать ребят, как должны они здесь. Вы можете представить, что это была за пауза, что они приехали, не сказав нам, на телевидение, а телевидение, особенно по тем временам, сегодня оно тоже достаточно интересное, по тем временам просто катастрофа, и телевизор смотрим, опять полив идет такой, ни за что. С тех пор все. Я не могу, и вы знаете, это я, я, не прав, наверное, надо как-то восстановиться опять. Вам болит это? Очень, 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 не очень, жаль и себя, и мою семью, и Иришку, которая все предложила для того, чтобы было хорошо. Все, все, что возможно. Они жили на периферии, а мы-то столичные штучки, понимаешь, все, одежда, еда, оба, ну, все. Но дело даже не в этом, конечно, разумеется, не в этом. Дело в том, чтобы кровушка рядышком была еще. Эммануил Гедович, эту программу посмотрят миллионы людей, я абсолютно не сомневаюсь, что ее посмотрит и ваша дочь. А у вас есть возможность что-то ей сказать, если вы хотите? Мои родные, я, нет, нет, она знает, что бы я хотел сказать, я могу сказать только одно, существует только одно навсегда сохранившееся желание, что, мои дорогие, чтобы ваша жизнь была той жизнью, которая вам нравится, чтобы ваша жизнь давала вам ту жизнь, с которой вы идете по этому миру. Мы вас очень любили. мы сейчас с вами находимся в центре Киева, города, в котором родилась ваша вторая супруга, Алла Балтер, очень красивая женщина, прекрасная актриса, человек потрясающий. А вы часто ее вспоминаете? Всегда. Всегда. Больше того, мы обязательно ее день рождения и день ухода, и очень многие об этом помнят и приходят к нам, и мы принимаем людей, отмечаемый день рождения, уход. Да, мы, сколько было, я помню, боже мой, как интересные люди, да, Аллочка уходит из жизни, естественно, похороны, естественно, не поставишь сразу памятник, да, надо же что-то придумать, поэтому. Конечно. Мучился ужасно, кого только не приобщал, архитекторы, художники, ну нет, и все, ну хоть, ну нет, год проходит, я слышу уже реплики, как мне стыдно, они не поставили до сих пор памятник, а я прыгаю, по всем, случайно абсолютно входим в какой, я даже уже не помню, по какому поводу, в дом, и я вижу статуэтку, ну такой воздух, Аллочки, не ее буквально похожесть, а воздух. как мы мучились, как мы мучились, чтобы выкупить это, никак не садить, месяц, месяц, все, что было, все ему отдать, все, только поставь, стоит сейчас, замечательно. Алла Балтер, очень тяжело, очень мучительно уходила, и до последнего выходила на сцену, все это было на ваших глазах, на ваших плечах, вы очень достойно и мужественно себя вели, скажите, пожалуйста, вот, когда вы все это видели, о чем вы думали? Я думал только о том, что это обязательно должно все пройти, что все будет хорошо, обязательно. А безусловно, это боль, это отчаяние по поводу, когда видишь человека, который находится в том или ином ужасном состоянии, это безусловно, реакция это есть, но надежда, надежда, на то, тем более, что доказательством этому был я сам, у меня же был рак. Вы победили рак? Да, это благодаря не только врачам, Аллочке, она знала про эту болезнь, по-моему, больше, чем профессионалы. Ни на секунду не отходило, ни на секунду. И мы боролись за Аллочку три года, три года, проходит год, вроде все нормально, выходим на сцену, играем, все в порядке, бах, это печаль вечная. Но память тоже, безусловно, навсегда, безусловно. Я очень благодарен моей семье нынешней, что они с таким благородством, с такой теплотой относятся к моей памяти. тоже удивительная редкость, да? Да, это потрясающе. Иногда я могу даже что-то забыть. А Ирина судьбы первого мужа Аллы Балтер тоже звали Эммануил. Точно. Потрясающе. Вы с ним встречались? Я, да, по-моему, да, но очень так, со стороны я его видел больше. Он тоже актером был? Нет, 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 он был вратарем, он был вратарем и работал в Симферопольской, совершенно верно, в Таврии, он был вратарем, в Таврии. У вас с Аллой Балтер очень талантливый сын, Максим, который, да, вот смотрите, хотя говорят, что когда родители талантливые, сын уже или дочь такими талантливыми быть не могут, а он, видите, опровергает этот тезис, да? Это родителям надо поучиться еще. Он замечательный актер, глубокий, такой, не просто актер-актерыч, а человек, видно, глубокий сам по себе. Вы ему пытались передавать, какие-то азы профессии, или он сам по себе к ним шел? Сам. Все сам. Все сам. Никакого поучительства, никакого. Правда, однажды я его занял в спектакле, в котором мы вдвоем играли. Это занял только потому, что пьеса об отце и сыне. Поэтому был очень... Я наконец-то сказал, фу, как хорошо, что Максим артист. А так все нервничали, как он будет, что он будет. Но вы актер, можете сегодня сказать, какой Максим артист? Вы его признали, как коллега-коллегу? Да, безусловно. Хороший артист? Я думаю, что очень хороший артист. И я, глядя на то, как он работает на сцене, во всяком случае, либо на экране, я иногда думаю, ух ты, надо это, надо поучиться. Вот так даже? Конечно. Конечно. В кино вы часто наблюдаете за ним? Ну, так, если честно, то относительно часто. Иногда я пропускаю фильмы. Ну, фильмы «День выборов» и «День выборов-2», где все время передавали приветы от Эммануила Гедеоновича. Вы смотрели? Это же наша история же была. Максим приходит ко мне и говорит, ребята, просят твое имя-отчество в спектакле. Говорят, когда они репетировали еще. Говорят, что они с ума сошли. Говорят, Иван Сергеевич там, я не знаю, Семен Иванович. Какой? Они тебя очень просят, пожалуйста. А так как я знал родителей даже этих артистов, потому что там одесситы, сплошные одесситы и пару, по-моему, кто-то из других. Ну, неважно. И я знал родителей, мы общались в Одессе. Хаид, да? Да, да, да. С родителями совсем. Поэтому я дал это согласие. Самая популярная у меня роль это Эммануил по слуху. Я опубликовал наше с вами фото в Инстаграме. Написал Эммануил Гедеонович. И кто-то написал, так это тот самый Эммануил Гедеонович из Дня выборов. Да, да, да. Когда ваш сын Максим женился на Ксении Собчак, вы к этому как отнеслись? Замечательно. Замечательно. Больше того, я знал Ксению Собчак, когда она была вот таким ребенком. Да. Я был знаком с родителями, они же в Ленинграде живы, и бывали часто на спектаклях. И мы там общались, да. Общались еще с тех пор, еще когда он не был губернатором. Нет-нет, еще с тех пор. Уникальная семья. Ксения безмерно талантливая и как журналист. Безусловно. Когда они уже начали вместе жить, они обращались к вам за советами? Нет-нет-нет. Нет-нет-нет. А потом, я бы был бы очень скромен в этом смысле. Мне кажется, что те советы, которые я мог бы дать, они кончаются девятнадцатым веком, семнадцатым веком. А сегодня они. Но с Людмилой Борисовной вы дружили? Да, и до сих пор продолжаем. Ну, что вы? Все дни рождения, все обязательно. И сейчас у внука был день рождения, мы были там. Она вам рассказывала, что ее дедушка был раввином? Да, конечно. 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 А когда Максим и Ксения расстались, вы сильно переживали? Должен сказать, что я... Нет, я никак не переживал. Я никак не переживал, потому что либо переживание, либо не переживание, пусть будут Максимкины, их семьи. Но то, что они прожили энное количество времени и, безусловно, друг для друга сделали что-то очень хорошее. И подарили вам внука прекрасного? Подарили. Такой пацанин, просто шикарный. И поэтому сегодняшние отношения, перезваниваемся, вот Иришка очень любит поговорить с Ксюшей. На мой взгляд, она бывает несколько рисковата. Бывает. А кто не бывает? Я сам иногда могу. Максим очень такой политичный человек, у него есть свои взгляды. Вы с ним спорите иногда о политике или стараетесь вообще не... Нет, нет, не спорим совсем. И если я по поводу какого-то события делаю голословное объявление, если ему это не нравится, он тут же звонит, говорит, пап, не делай этого. Пожалуйста. Не делай этого. Ты говоришь так, а большинство, к сожалению, думает иначе, предположим. Нет, я прислушиваюсь к нему, он действительно очень... Он в маму. Он в Аллочку. Я думаю, что вы очень много доброго и хорошего делали в течение жизни, потому что на склоне лет, если можно так сказать, Бог вам подарил замечательную жену. Как вы с Ириной познакомились? Это было очень давно, еще во времена, когда мы были знакомы. Аллочка была жива, и мы общались, мы компаниями встречались, потом на год, на два исчезали, потому что там свои жизни... Все-все-все-все было. Все было. И Аллочка, такой человек очень теплый, уютный и любвеобильный. Вот она любит людей. Вот это потрясающе. Ирина. И Ирочка, да. И Аллочка, и в том числе. Они как будто... Иришка, она... Вот я уже говорил, наверное, она случайно узнала, что Аллочка больна, тут же мне нашла меня, перезвонила, спросила, как больна, чем больна. Я ответил очень горьким ответом, что там катастрофа. Иришка постаралась сделать все, чтобы помочь для Аллочки. Я уже говорил, я ездил очень далеко, к Аллочке туда возил, туда еду, там, на трамвае, на авто. Я сам не могу. На кошерку, да? Нет, еще дальше. За город я попросил перевезти на кошерке, она лежала на двадцатом этаже, и только небо торчит, и все. И я попросил, и Миша швыдкой, вот ему благодарность, да. Он тогда был министром. Да, министр культуры. И вот, благодаря ему перевели за город на воздух. И тогда Аллочку можно было возить там на коляске по воздуху, и она видела деревья тут, тоже, птички. Ирина младше вас на двадцать три года, это большая разница в возрасте? Для меня до семидесяти девяти лет была небольшая. Что произошло? Сегодня восемьдесят. Нет, я шучу. Нет, нет, Ириша, она молодчак, она очень тактична в этом смысле. Она никогда не позволит сказать себе что-то, превалируя возраст. Никогда. Не только в моем присутствии, а вообще для всех. Ирина вас изменила сложившегося человека? Я думаю, что да. Да, я не скажу, что ах, как, и просто перевернула, развернула. Нет, 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 но безусловно ее присутствие в жизни моей безусловно мне что-то дало. Безусловно. я стал более внимателен к людям. Я стал понимать, наверное, как никогда, что это чувство руки друг друга, оно оказывается долговечное очень. Долговечное. И твое чувство с тем, если та рука, которая была до этого, исчезает из твоей жизни и появляется новая, и ты вдруг понимаешь, что это то, что тебе так хочется, чтобы это присутствовало. Вот это Иришка. Вместе с Ириной вы сделали то, что вселило надежду в миллионы людей на всем постсоветском пространстве. Понятно. В своем возрасте вы решились на двух детей и у вас две потрясающие девочки. Этель два с половиной года и Клара вот исполнился годик. Одна, другой лучше, замечательные, две красавицы, которые постоянно с вами. Скажите, пожалуйста, вот каково это в вашем возрасте стать отцом маленьких девочек? Вы знаете, я должен сказать, что когда появился Максим, занятость была настолько такая адская. Я по три фильма в год, по 20 спектаклей на сцене. Вырос без вас. Как угорел. И практически он рос без... Практически, да. Сегодня я каждый день вот уже на протяжении года с лишним. Да нет, даже больше, двух уже. Я каждый день могу пощупать это тельце. Каждый день. Каждый день я могу услышать то ли крик, то ли плач. Понимаете? Каждый день. Это очень здорово. Я бесконечно благодарен Ирише и за то, что она решилась на это. Раньше она не могла этого сделать в связи с болезнью. Но сейчас это будет такая мама, когда они повзрослеют. Я совершенно убежал. Скажите, вот почти 81 год. Не страшно, когда две маленькие девочки? Не страшно. Вот когда они передо мной или я о них думаю постоянно, значит, я своего возраста не ощущаю. Не знаю, сколько ему. Вы с ними возитесь? Ну, так, относительно. Относительно. я менее терпелив к этому. Правда, я вдруг... А потом самому так неудобно становится ужасно. Вдруг повысить могу голос на то, что там я только что-нибудь сделала, не то, там плеснула. Потом самому так... Но они молодцы, они на это мало обращают внимания. Как Максим относится к младшим сестрам? Очень интересно, очень хорошо. К сожалению, не так часто, как хотелось бы видеть, особенно сейчас, в этот период, вообще ведь не встречаемся. Ну, что он вам сказал, когда отель появилась? Вот он восхитился? Я не знаю, я бы восхитился. Он поражен был просто. Я не присутствовал в этот момент, надо было видеть, по какому поводу он поражен, что так плохо или так хорошо, не знаю, я не присутствовал. Ну, то, что он замечательно с ними общается и так, вот, по телевизору, там, по телефону, что-то. Ну, я должен сказать, что, конечно, вот это внимание Ириши ко всем, ко всем. К маме она просто к своей... Так бы каждая дочь... Ох, это было... Вообще к любому человеку. Я вам говорю, вы были даже присутствовали у нее ни на секунду аппарат из руки не выпускают. Кто-то звонит по врачам надо, по этим. Хорошо, что у нас столько знакомых, людей самых разных профессий, поэтому мы обращаемся и к юристам, и к врачам сутками, сутками. Но я думаю, что это неплохо. Скажите, вот в таком возрасте две маленькие дочери, это продлевает годы, вот на ваш взгляд? Я очень надеюсь на это, безусловно. Я не могу гарантировать этого, как вопрос. Но у вас же в семье долгожители были, да? Да, да, конечно, мы собирались на день рождения дедушки столетия. Столетия в Одессе, да, в Одессе, да, его с Ришельевской 28, да, перевели в другую квартиру, он был один, и там была однокомнатная квартира, по-моему, он вошел, своткнулся и сломал шейку ребра, шейку бедра, бедра. Сто лет? Да. Все собирались к нему на столетие, все, папа, мама, все мы собирали подарки, все уже было приготовлено. Буквально перед днем рождения этот случай, и он уходит. Вы его хорошо помните? Да, замечательно. Чем он занимался? Он всю жизнь, по-моему, лет с 15 проработал токарем, до 85 или до 87 лет. Уникальность, у него эти, рациональные предложения, просто пачками лежали. Уникальность. Дедушка был вообще, я с ним гуляю, приехав на каникулы, по Решелевску идем, я достаю сигарету, вставляю и спички, и прикуриваю. Он вдруг кричит, люди, вы посмотрите на этого идиота. Я говорю, дедушка, ну что, перестать тише, начинает потеть, краснеть. Он говорит, смотрите, что он делает. И тут же толпа, Одесса. Он говорит, как он прикуривает, разве можно так, серо попадет в глаз, вот так надо, и все начинают показывать, как надо прикуривать. Как дедушку звали, вы помните? Абрам. Простое русское имя. Да, да, вот токарем право, надо же, всю жизнь, всю жизнь, столько лет. Он работал на молочном комбинате в Одессе. Поэтому, когда мы приезжали на каникулы, то в результате мы получали ангину. Дедушка брал нас с собой на комбинат. Выносить мороженое нельзя, надо есть там. И мы с Вовой, с моим старшим пожирали. И ангина. Бабушка его убивала. А мороженое тогда вкусное было? Очень. Ощущение возраста, Манил Гедовныч, вот я не сомневаюсь, что вы каждый день наверняка об этом думаете. И приходят наверняка философские мысли какие-то. Вот как вы ощущаете свои почти 81 год? Что вы думаете о своем возрасте? Вы знаете, я к огромному сожалению я в возрасте сейчас думаю чаще, чем я когда-либо думал о возрасте. Абсолютно. Может быть это связано и чисто по работе там, да, столько времени не работал, там, пять месяцев предположим. Ну, не важно. Ну, нет, я не знаю. Я чаще вдруг начинаю понимать, что я что-то не так как-то хожу. Что-то я как-то не так сел, как обычно. что-то я сутулица стал значительно больше. Это я на себе ловлю. Раньше я не ловил этого. Может быть, это и было, но я этого никогда не ощущал. Сегодня я это чувствую просто физически. Раньше физику я не чувствовал. Я да, так занимался спортом хорошо, да, и водное поло, там и баскетбол, и волейбол, там было, все было. Поэтому так долго держался физически. Сегодня слабак. А что лучше у вас сейчас, чем было раньше? Все. Дети, жена, вы, мы, все. Вы знаете, Андрей Мехков, мы делали с ним интервью, и уже погасли софиты. Он мне начал рассказывать об операции на сердце, которую он перенес. И он мне сказал, вы знаете, я о смерти каждый день думаю. Помолчал немножко и после паузы сказал, и каждую ночь. И вот приехала в очередной раз Людмила Марковна, Гурченко, мы с ней дружили, она всегда меня расспрашивала, какие интервью ты делал сейчас, что там нового. И я рассказываю, вот Андрей Мехков сказал, я о смерти каждый день думаю и каждую ночь. Она на меня посмотрела, говорит, и я о смерти каждый день думаю. Сделала паузу и сказала, и каждую ночь. Вы думаете о смерти? Я о смерти не думаю ни одного дня. И, соответственно, ни одной ночи. И, соответственно, ни одной ночи. Нет. Она подойдет тогда, когда что-то пришлет, повестку пришлет. Нет, не думаю об этом. Не думаю. Не хочу просто. Не хочу думать. А как я могу думать о смерти, когда эти чудо детей надо ставить на ноги, да? Да. Три женщины, Ирочка, две малышки. Нет. Нет, нет, не получится. Если кто-то задумал про это, в смысле со мной, не получится. Не получится. Я хочу с восхищением сказать, что вы продолжаете находиться в прекрасной актерской, творческой форме. я знаю, что вас пригласила сниматься в Киев руководитель агентства Гордана. Первый фильм укрытили фильм, снимает Валентин Опалев. Это уже не первый фильм, мы с ним работали в тех фильмах. Раньше я снимал. Второй фильм Влад Ряшин пригласил, да? Уже и в третий фильм вас пригласили сниматься. То есть не исключено, что вы поселитесь в Киеве. Да нет, площади нет у нас. Вообще потрясающе. Вот что я хотел сказать. самое главное, когда актер, которому скоро будет 81 год, на расхват находится в прекрасной творческой актерской форме. И слушайте, можно только завидовать. Правда? Я вам очень благодарен безусловно и тем, кто приглашает и вам лично безусловно благодарен за это и за сегодняшнее наше с вами общение. Безусловно. Поэтому если есть возможность приглашать. Эмманил Гедунович, спасибо вам большое за интервью, но еще больше спасибо вам за сыгранные вами роли, которые стали классикой уже и советского, и российского кино, станут классикой украинского кино, надеюсь. И еще большее вам спасибо за то, что вы дали надежду, повторяю, миллионам людей, которые увидели, что оказывается, и в 79-80 лет можно, чтобы появлялись дети, и можно их воспитывать, и это нормально, и значит, надежда есть у многих. Мои дорогие, рожайте. Это продолжение вашей жизни. Друзья, я благодарю за гостеприимство, лучшую гостиницу Украины, Киевский премьер-палас. Замечательный отель, в котором нам всегда рады. Посмотрите, какая красота. Редактор субтитров А.Семкин